Задача была одна – не потерять деньги. У меня два раза в одно место никто не имеет. Я не понимал просто вообще тупо, на что я иду. Страх – это иногда хорошо, но закон был один. Ты потерял деньги, все, извини, ты мне не нужен. Александр Михайлович, вспомните свой первый опыт в трейдинге. Как вы к этому пришли? Какой опыт? Как тут вспоминать? Приходишь, тебя посадили, сдал экзамен. Все на самом деле довольно банально просто. Это как первый день на работе. Ты приходишь в теории, ты знаешь определенные вещи, а на практике ты ничего не умеешь. Я в теории тоже ничего не знал, потому что, к сожалению, в 90-х годах этот бизнес только стал развиваться, трейдинг. И, к сожалению, там не было огромного количества книжек, как сейчас, можно зайти на любую страничку, нажать какую-то кнопочку, посмотреть какие-то графики. А тогда этого ничего не было. Тогда люди там в 90% в домах не знали, что такое интернет. Интернет очень сильно стал бурно развиваться там после 2000-х годов. Поэтому опыта было ноль, теоретических знаний было ноль, практических знаний тоже было ноль. Просто сидел, открывал графики, смотрел, по сути дела, что делают другие, более умные и опытные люди, как на тот взгляд мне казалось, что, в принципе, это было правда, потому что это люди учились в каких-то очень хороших заведениях. Это Колумбийский университет был, это там NYU, Нью-Йоркский университет был. По-простому смотрел то, что они делают. Вся моя работа, трудность моей работы заключалась в том, что надо было анализировать. И самое страшное, я не понимал, что я анализировал. Поэтому опыт у меня в самом начале был крайне негативный из-за отсутствия информации. То есть я не понимал просто вообще тупо, на что я иду. А какие ваши первые задачи были на первой работе? Знаешь, задач у нас никаких не было, у нас все было предельно просто. У нас был хозяин фирмы, который сам не был трейдером. К тому же, и он сказал одну вещь. Если вы потеряете деньги, вы историческое событие в моей жизни. Все. То есть задача была предельно простая, задача была не потерять. И даже сейчас, когда я обучаю людей, я всегда всем говорю одну вещь. Не зацикливайтесь вообще на заработке, вообще не думайте о заработках. Делайте свою работу хорошо, а все остальное по-простому придет. Поэтому думать надо о том, как не потерять деньги, а не о том, как заработать. Вот эта составляющая, она очень важна, когда человек начинает думать, что он будет зарабатывать деньги и откладывает назад составляющую, где он может потерять. Она критически очень сильно на него влияет. Так же самое это и относится к людям, которые нас будут смотреть. Нас смотрит огромное количество людей, даже просто из бизнеса. И в первую очередь этот совет будет не только трейдерам, но и им, тем людям, которые только приходят в индустрию. Когда вы только-только начинаете торговать, вернее, заниматься бизнесом, надо понимать, что что-то может пойти не так. И как вы будете из этого вылезать. То есть если вы не понимаете, что что-то может пойти не так, то, скорее всего, в трейдинге вам делать нечего. Поэтому задача была одна – не потерять деньги. Иначе по-простому я бы в фирме не удержался. Ясно. А вспомните свою первую сделку? Не помню. Честно. Их было… Я недавно просмотрел количество сделок, количество графиков, которые я просмотрел, и цифра приблизительно такая. 10 миллионов графиков просмотрено за 21 год карьеры, и сделок больше миллиона. Порядка где-то, наверное, 1,1 миллион сделок. Поэтому точно первую сделку не помню. Я помню только, это была акция Dell. Dell Computers. Тогда они торговались. Это был 98-й год. Конец 98-го года. И я помню, что это была акция Dell. Саму конкретную сделку не помню. Это либо был лонг, либо шорт. То есть купил или продал, я не помню. Но я точно помню, что это была акция Dell. И также я помню две акции, которые меня очень сильно ударили, и я после этого никогда больше их не торговал. Потому что я всегда говорю одну и ту же поговорку, у меня два раза в одно место никто не имеет. Это была акция MCK, и это была акция COF, это Capital One. И я принципиально после того, как они меня ударили, то есть я потерял больше, чем ожидал. Было очень сильное проскальзывание после этого. Эти бумаги никогда не торговал. А когда было первое разочарование в трейдинге, что вот нет, я больше не хочу, мне это не нравится, и вот секундное может быть даже. Нет, оно было 100%. Оно было 100%. Наверное, первых месяцев четыре, наверное, да, приблизительно первые месяца четыре, когда я вот был в нуле, я очень боялся потерять. И дело в том, что когда у тебя есть какая-то фобия, когда ты чего-то боишься, ты очень часто отрекаешься от правильных вещей. Вот я иногда смотрю определенных там бизнес-коучей, да, и они рассказывают такие вещи. Надо переступить себя, не надо бояться. Страх? Это иногда хорошо. По одной простой причине. Если бы я был безумно легкомысленным, когда я торговал, я просто бы те 400 долларов, которые я положил в виде депозита, я потерял, и у меня больше бы не было, я просто просрал бы свой шанс. Потому что таких фирм, в которых я работал, было тогда всего три. Две меня не взяли, потому что там нужно было гораздо больше денег. А хозяин взял ко мне, потому что он в фирме работали русские, и он испытывал симпатию к русскоязычным очень. То есть он считал, что люди-иммигранты, которые приехали из бывшего Советского Союза, они работают гораздо тяжелее, чем американцы, которым все легко достается. Особенно у нас огромное количество было людей, которые были выпускники просто топовых школ в Америке. То есть это понятно, что закончив топовую школу, ты не можешь простым черно-белым парнем быть. Поэтому он очень хорошо относился к бывшим ребятам из Советского Союза. И поэтому он взял. Но закон был один. Ты потерял деньги, все, извини, ты мне не нужен. Поэтому вот этот страх в самом начале, он, естественно, мне очень сильно мешал, потому что я понимал одну вещь, я обратно пойду на такси. А когда ты сидишь, работаешь, и вокруг тебя работают ребята, которые зарабатывают как бы крутые деньги, реально крутые деньги по тем временам, пять тысяч долларов за день, десять тысяч долларов за день, и ты себя таким никчемным чувствуешь, потому что я работал тогда на такси, еще пять суббот и воскресенье ходил, зарабатывал, чтобы у меня деньги были в кармане, то это очень и очень тяжело. Поэтому страх, это абсолютно нормальное явление. А потом уже мне стало легче, потому что я стал видеть осознанные сделки, я уже понимал более-менее, что я делаю. Тогда у меня по простому ушел страх, и страх, который был, он стал медленно переходить в статистические данные. Я стал просто смотреть статистику, анализировать свои цифры, благо я очень хорошо математику знал и знаю. И я начал работать со статистикой, я увидел, что цифры в мою пользу, я стал больше углубляться именно в саму статистику. А когда я заработал первые деньги, я понял, что надо включать шестую передачу и полный вперед. Своим ученикам вы говорите, что не нужно гнаться за быстрыми деньгами, не нужно жадничать, возможно. А тогда, в начале своей карьеры, вы так же поступали? Я никогда не гонялся за деньгами. Я понял одну вещь, то, что меня отец научил, что надо делать свою работу хорошо, плохо получится само по себе, а деньги это просто награда за хорошую работу. Я никогда не гнался за деньгами, нигде. Я определенные вещи вот просто не переступаю. Просто даже расскажу хороший пример, когда вот несколько лет назад началась вот эта криптомания и огромное количество там криптогуру заполонили крипторынок, все начали выходить и мне начали люди говорить, а почему вы не обучаете крипте. Я сразу сказал, дело в том, первое, что это хайп. Я на хайпе не зарабатываю деньги, это раз. Я зарабатываю деньги на фундаментальных знаниях. Второе, это вы должны понимать, что вы делаете и крипта торгуется абсолютно идентично другим активам. То есть, крипта торгуется абсолютно так же, как торгуются акции, как торгуются фьючерсы и все остальное. Если вы не понимаете, как торгуются крипта, то вас никто этому научить не может. И когда я стал смотреть на крипту, я понял одно вид, что если я сейчас зайду в криптоиндустрию и буду так же, как все, показывать про крипту, то когда крипту по-простому спрос на крипту упадет, мне скажут, что я был очередным криптогуру, который рассказывал про криптовалюту, самое страшное, ничего о ней не знаю. Потому что вдруг в криптомире появились люди, которые начали позиционировать себя, что они все знают о крипте. Это когда выходит новый продукт, берет определенное количество времени для того, чтобы с ним познакомиться. И ты не можешь через полгода, когда вышел там, вышел биткоин или еще что-то, выходить через полгода и всем рассказывать, как все круто и как хорошо ты знаешь криптовалюту. Поэтому я не проводил семинары по криптовалюту, меня иногда несколько раз попросили провести вебинары, я сказал конкретно свое мнение, но я не был на стороне хайпа. Сейчас вы являетесь безубыточным трейдером, это однозначно. Как вы думаете, что вам помогло все-таки этого достигнуть? Что такое слово безубыток? Когда я был чисто в дейтрейдинге, мой рекорд был 2000, 2001, 2002, 2003, за 4 года всего 9 убыточных дней. 9 убыточных дней из 1000 проторгованных дней. Я торгую сейчас в средний срок и у меня бывают убыточные месяца. То есть, когда ты торгуешь в среднесрочные сделки, это нормальное явление, когда там порыв. Просто я всегда диверсифицирован и очень сильно сбалансирован. Я торгую от риска. Нет, так как многие другие трейдеры торгуют, например, они думают, сколько прибыли они будут зарабатывать. А я торгую от риска. То есть, я смотрю, если что-то пойдет не так, сколько я потеряю. То есть, моя задача это торговать от риска. Это то, что я всегда делаю. А очень многие ребята, они начинают думать, сколько они заработают. А то же самое, такая же абсолютная ситуация и с предприятиями. Люди, например, открывают какой-то бизнес и говорят, сколько я буду зарабатывать. А я задаю вопрос, а если вдруг что-то пойдет не так? Ну и люди начинают думать, а что пойдет не так? Что пойдет не так, может все пойти не так. Поэтому я всегда понимаю, что если вдруг что-то пошло не так, особенно сейчас на сегодняшнем рынке, где по-простому рынкам правят твиты Трампа. Трамп сказал это, Трамп сказал то, рынок пошел в эту сторону, рынок пошел в другую сторону. И люди по-простому не успевают сбалансироваться. Поэтому на этом высоковолатильном рынке с плохой волатильностью надо самое главное понять, что если что-то пойдет не так, что ты деньги не потеряешь. Бытует такое мнение, что рынки сейчас стали намного сложнее, чем были 25 лет назад. Как вы думаете? Неправда. Может где-то поднялась волатильность, где-то какие-то произошли видоизменения. Но я тебе скажу честно, вот у нас буквально неделю назад закончился семинар в Турции. У нас раз в год есть выездной семинар в Турции, на который приезжают люди, которые уже торгуют на рынке. Вот сейчас у нас приезжало приблизительно где-то порядка 45 человек со всех стран мира, которые уже торгуют. И мы на этом семинаре, чем отличается этот семинар от всех остальных, на этом семинаре пять дней подряд мы каждый день торгуем. на реальном счете, то есть это все показано. У нас даже буквально недавно была первый раз трансляция, мы показали, потому что ты знаешь, кучу всего года всегда вопросов, есть торгует ли герчик, торгует ли герчик на реальных счетах и все остальное. Это там, наверное, у тебя какой-то вопрос 100% заваляется. Так вот, люди могут посмотреть, 12 сентября у нас был торговый день, мы его закончили очень хорошо, у нас было больше 60% положительных сделок, мы показали, что можно торговать. Самое интересное, что на этом семинаре я торговал абсолютно так же, как я торговал 20 лет назад. Абсолютно тот же стиль торговли. Так, где-то немножко появляется, повышается волатильность, где-то немножко надо сделать какие-то изменения, но рынок, он состоит из двух игроков, это покупатель и продавец. Если ты понимаешь действия покупателя и продавца, у тебя все будет нормально. Если ты не понимаешь, наверное, и в трейдинг лезть не надо. Но почему все-таки трейдинг? Почему трейдинг стал вашим основным видом деятельности? Не знаю. Я тебе отвечу на твой вопрос. Был когда-то такой фильм в Советском Союзе, по-моему, он то ли 56-го года, то ли 58-го, ну, по-моему, конец 50-х, а может даже начало 60-х. Просто даже интересно. Фильм назывался «Был такой парень» или «Есть такой парень». Этот фильм о парне, который бросился в горящую машину, когда загорелась машина с пшеницей. И когда он лежал в больнице с обгоревшими руками, ему задают вопрос. Что побудило вас броситься в горящую машину? Он сказал «Дурость». Вот здесь вопрос заключается в том, что просто когда стало получаться, я стал зарабатывать деньги. Вот, наверное, с этого момента я стал себя комфортно чувствовать. По одной простой причине. Я просто увидел, что мне комфортно, я зарабатываю деньги, и я продолжал дальше их зарабатывать. Но я действительно очень люблю трейдинг, потому что это самый честный бизнес, который есть. Самый честный. В этом бизнесе только ты и компьютер, и то, что ты видишь какую-то закулисную жизнь, которую ты либо понимаешь, либо не понимаешь. Александр Михайлович, еще короткий такой блиц-опрос. Несколько вопросов для вас. Первое. Вы достигли той цели, которая была в начале вашего пути в трейдинге? Ты знаешь, я, наверное, разочарую сейчас всех, смотряешь. У меня не было цели. Цель была простая, просто научиться торговать. У меня не было, клянусь, все те, кто меня знает, могут это подтвердить. У меня никогда не было цели миллион, пять, десять, пятьдесят, сто. У меня никогда не стояла цель заработать энное количество денег. То есть, это чистая правда. И те люди, как я уже сказал, которые меня знают, они знают, у меня не было цели заработать деньги, купить самолет, дом. Я хотел обыкновенные, будем говорить так, материальные блага. Дом, машина, отпуск, как все нормальные люди. Я абсолютно сделан из той же ткани, что все остальные, как когда-то сказал Маяковский. Мы все абсолютно одинаковые, только закипаем при разных температурах. И у меня не было цели, моя цель была одна, научиться. Я хотел получить профессию. Что я смог, в принципе, получить от трейдинга, я получил профессию. Вот это, чему я доволен. То есть, что бы в моей жизни не было, дай Бог, главное, чтобы у меня была голова, я всегда могу сесть, я всегда могу себе заработать на кусок хлеба, с маслом, иногда с икрой, и поторговать, и заработать деньги. Вот это то, чему я хотел научиться. А когда люди говорят, я хочу сделать это смыслом своей жизни, я видел таких людей, которые чего-то добивались, потом приходили и говорили, у меня тотальное разочарование. В прямом смысле слова. Я хотел, например, быть там, я не знаю, видеографом. Я разочаровался. Я поеду сейчас там в Африку и буду слоников фотографировать или там рисовать, или еще что-то. Человек никогда не знает, на самом деле, что он хочет. То есть, мы такие животные, нам может через два дня все надо есть. Поэтому, как бы сказать, что прям, это была мечта моя. Я не знал, что такое трейдинг, поэтому не могло быть моей мечтой. Но когда я стал зарабатывать, я понял одну вещь, что это, мне очень нравится, это то, что я люблю делать, это самое главное, то, что я делаю с удовольствием. И то, когда я делаю это, я получаю кайф. Я даже субботу, воскресенье могу сесть, просто делать вот домашнее задание, просто два-три часа потратить с утра, просто сделать домашку, а потом посмотреть, как она отрабатывает. То есть, я действительно очень люблю, вот у меня графики, они завораживают. Кто-то любит там на листву смотреть, кто-то любит там на кораблике смотреть, кто-то любит яхтинг, кто-то еще что-то. А я люблю смотреть на графики. А вы думали когда-то над тем, что кто-то из ваших учеников сможет вас превзойти? Так это же счастье. Что здесь такого? Скажу так, что пускай люди поймут сразу с первого раза. Я никогда ни с кем не меряюсь списками. По одной простой причине. Есть огромное количество людей, там пока не из моих учеников, но из людей, которых я знаю, которые гораздо лучше, чем я. Но не все могут научить. Они хорошие трейдеры, они сами говорят, Саш, ты один из немногих, кто может объяснить, как это работает. Есть действительно очень крутые пацаны, но он не может объяснить, как он это делает. Поэтому, да я только счастлив буду. Например, вот у меня сейчас был день рождения, и мне огромное количество моих студентов вот просто подарили там такие душевные подарки. И если человек заработал бы больше, чем я, о чем мне с ним нравится? Может, он лучше, чем я? Может, у него более железобетонная психика, чем я? Почему? Потому что у этого человека есть все шансы, он учится у лучшего. Мне не у кого было учиться. И когда мне надо было расти, я не видел такого человека, как я сейчас для себя, для того, чтобы попытаться у этого человека чему-то научиться. Когда ты идешь, учишься у лучшего. Да, мне человек может позвонить, студент, и сказать, Шеф, а как вы поступите в этой ситуации? Я раз подкрутил, он сказал, О, класс, потому что мне до этого надо было доходить месяцами. А тут я человеку просто сказал одну фразу, написал ему ответ на телефонный вопрос, и все, я ему ответил, и человек дальше пошел и заработал там гораздо больше денег. И он говорит, Шеф, а вот как увеличивать позицию? А мне некого было спросить. Поэтому у людей, которые у меня учатся, у них, у кого есть хорошее базовое образование и есть деньги, у них все шансы есть лучше меня. И я только счастлив буду. Я всегда говорю одну вещь, что люди перестают с тобой контактировать по двум причинам. Либо у них все хорошо, либо у них все плохо. Все. Если люди с тобой контактируют, значит, это те люди, которые тебя любят и которые хотят с тобой контактировать. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok